Хорошо работать и за это получить дом в селе Мерген в районе Шалакына в образцовых хозяйствах по-особому относятся к своим сотрудникам. Какие методы стимулирования работников используют местные сельхозтоваропроизводители, расскажет Айгер Мукашева. Это центральная улица села Мерген. Она заметно отличается от других. Четыре образцово-показательных современных дома здесь построили в прошлом году. Стоимость одного – 7 миллионов тенге. В них живут те, кто долго трудится под руководством семьи Окуневых в Тогерме. Сагра и крестьянском хозяйстве Окунев. Аренду новосела не платят, а по выходу на пенсию дом остается в дар новому хозяину. Дома эти были устроены все. Полностью канализация, вода горячая, холодная. Ну, отопление печное и электрическое. В этом году пять домов заложили. Они сейчас сохнут. Вот, к осени начнем окна ставить, двери и внутренние работы. За зиму, я думаю, до следующего года будем заселять. Кто в них будет жить, пока не решили. Да и выбрать самых достойных работников нелегко. Их здесь 50. Коллектив «Дружные условия труда» хорошие, отмечает Виталий Соколов. Он трудится механизатором 7 лет. Следит за бесперебойной работой сельхозтехники. Ее на предприятии порядка 50 единиц. Мои обязанности выходят в уборку хлеба. Зимой мы технику подготавливаем. Весна приходит, мы выходим на пассивные работы. У нас работа круглый год. У нас зарплата ежемесячно. По работе все нас устраивает. В селе Мерген проживают 485 человек. Три четверти из них обеспечены постоянной работой. Этому способствуют динамично развивающиеся предприятия села. СПК Мерген – одно из них. Его открыли два года назад. Сейчас в него входят 65 сельчан. В 2017-м господдержкой воспользовались 10 семей. По программе продуктивной занятости массового предпринимательства они получили кредиты от полутора до двух миллионов тенге. На эту сумму приобрели беспородный скот и сейчас сдают молоко. Запустили быков мясомолочного направления, это сементалы, и мясных быков фангусы. То есть занимаемся непосредственно сбором молока у населения. Собираем по 85 тенге. Отправляем молоко на маслодел в город Петропавловск. То есть машина каждый день приезжает. Суточный сбор в среднем сейчас составляет 4 тонны. С прошлого года СПК Мерген принимает и мясо. А по соседству Максим Тимофеев открыл пельменный цех. Все ручной лепки. Над этим здесь трудятся 6 человек. Спрос высок, отмечает руководитель предприятия. В этом году открылся. Там полное производство идет. То есть пельмени, вареники, манты, голубцы. То есть ассортимент большой. Развозим здесь по району. Плюс район Габита-Мусарепова, Тимирязевский район. С начала года по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства в районе Шалакына освоили больше 35 миллионов тенге. Приобретают в основном скот молочного и мясного направлений. Айгири Мукашеву, Русам Тлюжанов, Новости МТРК.